А ты знаешь, Рома, так если... И какого... Вот это да! Каждый гол, ликование миллионов болельщиков и футбольных фанатов. Чемпионат мира по футболу стартовал в Бразилии 12 июня. Болельщики скупили больше трех миллионов билетов, а всего желающих увидеть кумиров на футбольном поле перевалило за 11 миллионов. На чемпионат мира прошла и сборная России. Впервые за 12 лет. Первый матч уже 18 июня. В 6 утра по местному времени наши футболисты сразятся со сборной Южной Кореи. Ну, я считаю, что наши по-любому должны выиграть. Вот. Потому что мы Россия, мы молодцы. У корейцев-то должны выиграть. Со счетом? Да, 0-1. Не знаю, я же не смотрю, как Южная Корея играет, в принципе. Но думаю, победят за Россию, будем болеть. Какой счет? 2-1. Пока одни ждут матча и гадают, другие на футболе успевают и зарабатывать. В период важных спортивных мероприятий люди чаще всего идут в букмекерские конторы. На победу любимой команды можно поставить хоть 100 рублей. Но букмекеры говорят, болельщики и фанаты не жалеют денег. При этом понимают, можно как выиграть, так и проиграть поставленную сумму. Если наши футболисты продуют игру. Судя по прогнозам, люди верят в успех нашей сборной команды по футболу. По подсчетам нашей букмекерской конторы, примерно 80% болельщиков на ближайший матч между Россией и Южной Кореей ставят на победу нашей команды. Хотя букмекеры дают примерно равноценный коэффициент на победу той или другой команды. По прогнозам букмекеров, шансы на победу есть у обеих команд в равной степени. Как оно будет на самом деле, станет ясно уже послезавтра. Прямую трансляцию матча будет вести Первый канал.